14 августа верующие отмечают праздник происхождения животворящего креста Господня в народе Медовый Спас. Считается, что мед обладает целительной силой, поэтому в этот день в храмах совершается не только малое освещение воды, но и меда нового сбора. Благословляется его употребление в пищу. Накануне, в воскресенье и сегодня в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской прихожан по доброй традиции угощали свежей выпечкой с медом и чаем из северных трав. Послушницы храма из чайного домика раздают сладкое угощение. Повара готовили выпечку с раннего утра, чтобы порадовать прихожан вкусным завтраком. Оладьи сегодня с утра. Одни на дрожжах, другие на кефире. Мед у нас как разнотравья, печенье, конфеты. К меду и оладушкам и ван-чай. Оказывается, его недостаточно только собрать. Перед тем, как заварить, применяют один из старейших методов обработки пищевых продуктов. Матушка сама его собирает, ферментирует как-то правильно, а потом вот заварила. Издавна у нас на России заготавливали ван-чай. Приятно собирать его, он такой пахучий, нежный. И заготавливать тоже очень приятно. Среди гостей праздника телеведущий Андрей Малахов. Он добрый друг храма. Признается, что рад поддерживать православные традиции. Мне нравится, что у нас теперь есть такой маленький уютный домик, где можно приглашать прихожан и вместе со трапезой обсудить наши дела, жизнь и вместе попробовать в этот раз мед. Очень вкусные угощения сегодня мы можем отведать в храме. За него очень хочется сказать спасибо огромное Матушке Марии, отцу Иоанну. Мы вот выкачали. В осень настала пора. У вас я не буду получить на укушение вьода. А потом будет спас яблочный, дед нас, преображение. С медового спаса начинается двухнедельный успенский пост, приуроченный к одной из главных дат церковного календаря – Успению Пресвятой Богородицы. Поэтому с 14 августа тем, кто постится, нельзя есть мясо, жирную еду и пить алкоголь.